Впервые в Омске состоялся международный турнир по профессиональному боксу и ММА. В двухтитульных боях определили чемпионов по версии WBS на территории Евразии и Океании, а также в СНГ и славянских странах. Но начались соревнования со смешанных единоборств, в которых держали удары трое мячей. Состав формировался недолго, потому что ребята все в рекорде есть, профессиональные боксеры, у них там все отлажено, поэтому они быстро сформировали. Нам тоже не составляло труда, потому что мы всех соперников знаем, контактируем со всеми странами, контактируем со всеми федерациями. И наша главная задача это было дать возможность нашим молодым перспективным ребятам показать себя, тем более на Омской оттене. Задал чемпионский тон 19-летний Влад Корбачев, дебютировавший на профессиональном ринге. Его соперник из Павлодара Мадияр Исимбаев после пяти изнурительных раундов все же сдался. Был очень заряженный, я готовился на один раунд, но не получилось. Соперник был очень серьезный, соперник с Казахстаном. Второй бой, снова дебют и победа. А мяч Николай Перепелица расправился с соперником за два раунда. И техническим нокаутом победил казахстанца Адиля Селименова. После этой победы на ринг поднялся губернатор Омской области Виктор Назаров. Он вручил удостоверение первого в Омске мастера спорта по ММА Александру Кузьмитскому и произнес напутствие спортсменам. Я хочу пожелать всем участникам хороших, честных боев и, безусловно, хороших, честных побед. Серию боев по ММА завершил опытный спортсмен из Омска Евгений Лахин. На его счету 14 побед в 21 профессиональном бою. Но соперник из Таджикистана оказался не так прост. Борьба за победу длилась все пять раундов. Но в итоге Амич заполучил признание судей. А Чушанбе Чушанбиев записал в свой актив первое поражение в карьере. А первую победу в профессиональном боксе Омску принес Павел Царев. Единогласным решением судей он выиграл опытного соперника Андрея Чайкина из Воронежа. Соперник был хороший, конечно, опытный. Я знал это и повзрослее меня. Поэтому была такая задумка, чтобы обмануть его, не драться с ним. Более так, на юности, как бы выиграть такой, на юношеской активности. Международный турнир собрал спортсменов из России, Армении, Казахстана, Узбекистана, Украины и Камеруна. В прежние годы чемпионами турнира по версии WBS становились Майкл Тайсон, Мухаммед Али, Виталий Кличко и другие звезды мирового бокса. Для Сибири соревнования бесспорно статусны. Их проведение нашему региону доверили мексиканские коллеги. Именно там базируется головной офис Всемирного боксерского совета. Сейчас они посмотрят, как она здесь организована. Уверяю вас, уверяю, я во всем мире бываю, во всех масштабных, начиная от Олимпийских игр, заканчивая всеми соревнованиями, очень достойно вы это делаете. Долгожданные титульные бои завершили турнир. Первыми за титул чемпиона WBS Евразия в полулегком весе сражались боксеры из Первоуральска и Баку. Они на протяжении 10 раундов выясняли отношения, но после того, как у Марка Урванова открылось второе дыхание, он смог стать новым чемпионом. Главное такое, что надо было высказать соперника, немножко раздергать его. А после, после начать обострять, жестить. Вот сначала был заряжен на удар, хотел сильным опаснее, получалось. Потом расслабился и попал хорошо. Еще 10 раундов и второй чемпион по версии WBS. Боксер Вячеслав Мбаранов из Украины доказал, что молодость подчас побеждает опыт. Он выиграл пояс, оставив позади 31-летнего Бахрома Поезова. Победители турнира повысили свой рекорд, а участники от Омска успешно дебютировали. Первый международный турнир по профессиональному боксу прошел успешно. И не исключено, что организаторы снова доверят его проведение Омской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова